Начиная с 2016 года, мы сказали, что давайте мы не просто поддерживать регионы, а мы будем говорить именно о глубинке, о тех самых малых городах, которые действительно, наверное, обделены в какой-то степени таким вниманием и возможностями. Мы выбрали два спектакля Российского молодежного театра, просто считая и полагая, что эти спектакли очень важны и востребованы. Я так удачно выпала из окна, и у меня не было ни одной царапины. И надо было мне их слушать и делать этот дурацкий рентген. Я сразу сказала, везите меня домой, так нет. Это один спектакль в постановке Анины Дворжецкой по повести «Замечательная» и мой внук Ниамин Людмилы Улицкой, которая была совершенно очарована в свое время этой работой. А вторая – это уже лауреат Маски, ученица Женовача. Спектакль, от которого невозможно оторваться. И ты сидишь как ребенок в этом спектакле, в общем, сам участвуешь. Актеры играют как будто и вправо там лошадь, корова, как будто и вправду огонь, как будто все и вправду происходит. Хороший спектакль был, мне очень понравился. Для нас очень важно также, чтобы проходили круглые столы, мастер-классы для местного сообщества, для зрителей, встречи со зрителями каких-то известных актеров, режиссеров. «Итак, мы с вами заложим по моей руке. Это ветер!» Мы из-за этого учитываем особенности города. Какой зритель, что есть в городе, куда ходят, какие гастроли здесь были. Соня, какая же ты маленькая, да? Ужас, просто какая ты маленькая. Соня, Соня, ты такая красивая, на тебя же смотреть больно. Такая была тишина в зале, когда, где зрители, наверное, следили за каждым мгновением, следили за каждой эмоцией, движением, и настолько сопереживали вместе с актерами и все, что происходило на сцене. Смотри сюда, вот так, вот, видишь? Вот, 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 вот. Благосрочной задачей этого достаточно комплексного и сложного проекта является, с одной стороны, помочь самим людям самореализоваться и найти себя в творчестве, а с другой стороны, чтобы они имели возможность видеть действительно работы высокого уровня, чтобы формировало эстетический вкус, вообще какие-то нравственные, правильные ориентиры, ценности. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ